здравствуйте уважаемые друзья на одной из рыбалок очень хорошо выручил вот такой слегка необычный стример но особенность этого стримера заключается не в том что здесь хвостик глазки или допустим там сделано брюшка особенно заключается в том что у него удлиненное цевьё и напоминает он сам по себе малька без всяких дополнительных там привлекательных элементов значит мы с вами сейчас изготовим уже проверенный вариант тот который я немножко видоизменил он очень хорошо работает частности данный стример был изготавливался для того чтобы ловить жерех для очень быстрой проводки я беру крючок с удлиненным цевьем грузил его латунной бусинкой я выточил сам но вы можете приобрести в любом рыбацком магазине и дополнительно грузил еще вольфрамовой проволокой так чтобы мой стример имел вес где-то порядка 5 7 граммов если у вас нет возможности выполнить огрузку проволокой вольфрамовой или еще что-либо окружайте свинцом или же сделайте глазки из двух латунных шариков но вес 5 граммов будет оптимален для такой величины стримера давайте приступим вначале мы изготовим хвост который играет немаловажную роль много идет споров о том как у стримеров изготавливать длину хвостика или он должен быть короче или он должен быть несколько длиннее то есть его величину пытается как-то урегулировать я пользуюсь только лишь знаниями по динамике аэро и гидродинамики и за счет этого стараюсь использовать мушку выбирать ту длину и ту длину хвостика которая сочетается с его габаритами вот допустим многие скажут что для такой мушки вот такой хвостик очень 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 даже большой но учитывая то что длина нашей нашего тела будет значительно больше и мы будем делать большую проводку хвостик нам нужен как раз таки здесь длинный для того чтобы привлечь и без того хитрого нашего жереха убираю подшерсток не выбрасывая он мне как раз пригодится для изготовления тела промеряем длину должно быть одна или полторы длины нашего тела то есть всего считайте цевья прикладывая его так чтобы он огибал у меня цевьё равномерно и обхватывая вот так нитью я прихватываю 1 и 2 раз затягиваю вот как раз получается вот такая длина хвостика вполне соизмеримая пока ничего дальше не предпринимаем прихватили чтобы никуда хвостик не делся теперь подготовим щепоточку красного меха мех я креплю сверху что не не характерно но однако же в рыбалке приносит свои очень хорошие плоды поэтому попробуйте сверху попробуйте снизу как вам будет удобно я изготавливал и сверху и снизу но дело в том что не имеет большого значения так наш стример я буду изготавливать в таких цветовых тонах которые мне они нужны чтобы были сверху кисточка красного нашего должна быть чуть чуть меньше поэтому я здесь и и прихватываю не обхватывая уже наш белый мех а так чтобы красный был кисточкой вот так промажем немножечко место крепления клеем добавим блестящего нашего люрекса вот здесь желательно использовать плоский люрекс потому что приманка иногда имеет особенность прокручиваться при торможении если спиннингом катушка не позволяет очень медленную проводку делать начинаешь подтормаживать или кончиком удилища или же самой катушкой он начинает опускаться ниже и при следующих рывках происходит небольшое кручение поэтому учитывайте один это тоже элемент берем немножечко совсем парочку волокон с одной парочку с другой парочку сверху подравняем остатки отрежем и как обычные для того чтобы мне уже не мешал мой хвостик и люрекс который болтается я возьму это подхвачу немножечко клеем вот так теперь мне ничего не мешает я дальше продолжаю работу значит и для того чтобы 10 раз не мотать в одном и том же месте мы здесь с вами закрепим ряд материала значит мне необходимо для сегментации закрепить леску закрепить кусочек полиэтилена который вот я отрезал из упаковочного материала будем обматывать тело и для сегментации по телу вот у меня есть полосочка вот такого люрекса и теперь в последовательности наших элементов как мы их будем использовать крепим сперва нашу пленочку пленка не имеет значение где вы сбоку снизу ее закрепите потому что пленка я буду обворачивать тело не делать сверху или снизу накиды крепим теперь нашу леску или урекс или урекс или урекс основного тела нам сейчас понадобится белый даббинг почему белый потому что мы его будем немножко потом подкрашивать желательно использовать белый даббинг я тело намотал даббингом и слегка его подкрасил низ желтоватым вверх красным а бок немножечко светло-зеленым цветом и теперь то что он имеет такую лохматость это даже очень хорошо и теперь для того чтобы мне окончательно изготовить тело понадобится совсем немножечко еще щепоточка вот такого даббинга значит учитывая то что у меня наверху красный я возьму вот так небольшую щепоточку красного даббинга и уложу его сверху низ у меня желтый я возьму так как у меня немножко желтого нет возьмут чуть-чуть лимонного и чуть-чуть белого ничего не крепим оставляем в таком положении он от нас никуда не убежит и и оставляем здесь теперь я беру люрекс который у меня имеется для обмотки тела и начинаю производить обмотку по телу прихватывая свой даббинг в начале делаю один полный оборот а потом с равными шагами двигаемся по телу он не носит никакого укрепляющего элемента чисто декоративный привлекает если есть у вас возможно нет допустим возможности выполнить обмотку можно выполнить черным леской чем угодно для того чтобы можно было это слегка выделить тело даже ела и это для этого подойдет упаковка которую я использую с фольгу с упаковок все закрепили с вами теперь я для того чтобы дальше продолжить тело натягиваю слегка свой полиэтилен и вот как он у меня складывается как вы видите вот в две половиночки вот так я и начинаю делать обмотку то есть дополнительно у меня за счет моего полиэтилена получается как своеобразная ребрышка желательно проводить обмотку виточек виточку или с небольшим нахлестом для того чтобы тело наше было достаточно крепкое подвернем еще можно использовать и силиконовую пленку можно использовать все что вы захотите я вот попробовал такой вариант то что было под руками очень даже помогло довольно таки долго служит и я не жалуюсь главное ловит рыбу не доходим до колечка 2-3 миллиметра крепим наш полиэтилен поставляем нить здесь отрезали нанесем заранее здесь капельку клея и проведем с хорошей натяжкой теперь сегментацию нашей леской хорошо продавливаем почему мы с вами и делали обмоточку из рыхлого дабина хорошо продавливаем так чтобы проступали как на бокоплавах или на чешских нимфах хорошо проступала наша сегментация дошли до колечка сделали полный оборот закрепили леску и отрезали вот так закрепили у колечка все все элементы все у нас устраивает все мне нравится теперь основным элементом который мы будем сейчас использовать это является хвостик который вернее крыло если вы крыло будете крепить снизу будет идти не за цепляйкой сверху будет идти традиционным способом я выполняю традиционным способом потому что жерех по камышам не лазит а его желательно доставать по большой хорошей воде поэтому мы с вами крепим проверяем длину хвостика это крыло она должна доходить приблизительно до середины хвостика подровняли отрезали цвет можете подбирать для себя какой вы сочтете нужным то есть в данный момент он выполняет роль как стабилизатора а не привлекающего элемента крепим его приблизительно за 3-4 миллиметра до колечка так как там еще будем выполнять опушку вот все нас устраивает очень даже хорошо в крыло я добавлю совсем 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 немножечко вот такого кристалл флэш пару буквально волокон с одной и с другой стороны промажу клеем и поменяю нить нить я буду использовать чуть тоньше но она гораздо крепче и меньше получается у нас здесь оборотов ненужных для крепления для опушки которая изготавливается у колечка можно использовать и вот остатки мехом сделать опушечку как вы захотите я допустим подготовил у меня вот такое перышко гризли я буду выполнять можете набрать дабиновой петлей и выполнить из меха подходящего для вас цвета крепим перышко и вплоть до пуховых перьев которые нам сослужат хорошую службу производим намоточку опушки величина ее большого большого значения не имеет два три четыре пять оборотов чем пышнее тем более стабильно будет себя стример вести в воде подбираем перышки чтобы они у нас не путались подбираем вот как раз мы нам и хватило дойти до нашей опушечки нам их сильно ее даже наматывать и не придется подхватили прихватываем наше перо стараемся много оборотов не делать так как образуется не очень красивая шея я беру промазываю нить сейчас клеем и выполняю сколько сколько вы сочтете нужными два три четыре пять оборотов для того чтобы окончательно потом сделать узел место у нас хорошо проклеится и вполне будет достаточно для того чтобы и перо и все у нас хорошо держалась делаем завершающий узел и удаляем наши остатки пера вот так как вы видите опушки у нас вышло вполне достаточно крыло вышло достаточно тоже хорошее красивое все вот эти которые кажутся нам немножко лишними они общипаются я подвинул и вот так выглядит наш хороший стример благодарю вас за внимание до скорых встреч до встречи до встречи до встречи до встречи с